Пермякова Светлана Юрьевна. Актриса театра и кино, теле- и радиоведущая. Художественный руководитель детского музыкального театра и студии «Эверет». Бывшая участница команды клуба «Веселых и находчивых Парма». Известна по фильмам «Интерны», «Зомбоящик», «Вратарь галактики», «Первый парень на деревне». Светлана Пермякова родилась 17 февраля 1972 года в городе Пермь. Со школьных лет девочка привыкла к сценическим выступлениям, так как без ее участия не проходила практически ни единого спектакля. После окончания школы девушка поступила в Пермский государственный институт искусства и культуры, совершив первый серьезный шаг к своей будущей звездной карьере. С самого момента поступления Пермякова больше специализировалась на комических ролях. А после получения диплома вуза Светлану пригласили в Лысвинский драматический театр. Именно на его сцене и произошел актерский дебют Пермяковой, ей доверили роль в постановке «Мурленрло». После этого ее стали приглашать и в другие спектакли. Последовали роли в постановках «Зойкина квартира», «Прощание славянки» на бойком месте. Зрители просто обожали актрису. Пермякова сумела покорить не только пермскую театральную публику, но и серьезных критиков. Актриса дважды удостоена почетной областной премии «Волшебная кулиса». В 1998 году Светлана приняла решение уйти из Лысвинского театра в театр юного зрителя, тем самым даруя детям радость на протяжении долгих семи лет. Отправной точкой успехов актрисы считается участие в высшей лиге клуба веселых и находчивых. Но даже здесь успех к Пермяковой пришел не сразу. Девушка дебютировала в этой игре еще в 1992 году, но судьба распорядилась так, что ее команда потерпела поражение в первой же игре, после чего Светлана не появлялась на сцене целых восемь лет. Но в 2000 году актриса вернулась в клуб веселых и находчивых, чтобы покорить требовательного зрителя. К тому времени Пермякова познакомилась с Жанной Кадниковой, человеком, который в будущем станет одним из соавторов успеха Светланы в составе команды «Парма» из Пермского края. Триумфальной станет идея постановки номеров о двух недалеких, но находчивых ПТУшницах – Светке и Жанке, которые стали настоящими любимицами публики. Зрительское признание вскоре принесло команде второе место в высшей лиге КВН. И действительно, сборная подобралась сильная. Ведь помимо Пермяковой и Кадниковой в «Парме» блистал Николай Наумов в образе гопника с района Коляна. Позже Наумов станет звездой молодежного сериала «Реальные пацаны». Первой серьезной ролью актрисы в кино стали съемки в культовом сериале «Солдаты», где Светлана сыграла прапорщика Топалову. Начало телевизионной карьеры вышло для Пермяковой на редкость успешным, после чего она стала получать приглашение и в другие телепроекты. Следующим, по-настоящему крупным успехом Светланы, стала роль медсестры Любы в сериале «Интерны», где она задержалась на долгих пять лет. Следствием столь громкого успеха стала всероссийская премия «Золотой носорог», которую она получила в 2011 году. Параллельно со съемками в интернах Пермякова начала карьеру телеведущей, старт которой пришелся на шоу «3 рубля» на канале РУ-ТВ. Почти сразу же актрису пригласили вести украинский телепроект «Украина слезам не верит», в котором снимались участники из пяти европейских стран. После его завершения Светлана побывала в роли телеведущей проекта «В шкаф на канале Пятницы» и о самом главном в эфире «Россия-1». Следующая работа в фильмографии актрисы появилась только в 2016 году. Пермякова сыграла героиню Бабу Любу в сказочной истории «Дед. Мороз. Битва магов». В фильме о девушке Маша, которая благодаря своим магическим способностям попадает в секретную корпорацию, снялись звезды российского экрана Таисия Вилкова, Никита Волков, Федор Бондарчук, Егор Бероев и Ксения Алферова. В 2017 году Светлана завершила съемки в комедиях зомбоящик «Первый парень на деревне», а также криминальном сериале «Свидетели». Позднее приняла участие в фантастическом фильме «Вратарь галактики». Осенью 2018 года Пермякова анонсировала открытие детского музыкального театра и студии «Эверет». Уже состоялись семейные спектакли, в которых по задумке авторов проекта принимали активное участие и маленькие зрители. Светлана Юрьевна стала художественным руководителем творческого коллектива. Но столь ответственная должность не мешает ей выходить на сцену всех интерактивных представлений в качестве исполнительницы. Пермякова 4 сентября 2008 года вышла замуж за Евгения Бодрова, но уже в следующем месяце они развелись. В этом же году она познакомилась с Максом Скрябиным. Сначала у пары были деловые отношения, так как Макс являлся директором и пиар-менеджером актрисы, но постепенно они переросли в семейные. Уже 24 июля 2012 года у них родилась дочь Варвара. У Светланы и Макса много домашних животных. Три гончие собаки, две кошки, попугай, рыбки и даже улитки. Вместе с дочерью они проводят много времени, вместе путешествуют. В этом они видят свое счастье.